В предыдущей серии мы полностью зачистили небесные острова, отправились на Линкорн и уничтожили там топовых бейконов, заодно и прокачались до максимального размера и стали мега-качками. Но в конце дяденька-качок нас отправил на остров, где отдыхают элитные бейконы, и нам нужно будет его полностью зачистить. Ну что ж, бейконы, я пришел вас уничтожить своим ядовитым кулаком. Буду уничтожать вас всех, зачищу остров, чтобы не осталось ни единой вашей души на этом острове нубиков. Бейконом здесь не место, поэтому проваливайте, проваливайте, проваливайте все отсюда. Я должен еще прогнать здесь вашего лидера. Он все равно, сколько бы мы его отсюда не выгоняли, он приходит и приходит, приходит и приходит, поэтому от него нужно избавиться. Он занимает вершину этого острова и руководит вами свысока. А вы даже этого не замечаете, поэтому я должен, должен его изгнать. Слышь, босс, босс Бейконов, тебе весело, да? Весело. Но мы тебя изгоним отсюда. Полностью, подчистую, чтобы ты здесь не оставался. Да, да что ты можешь, ты же еще соплек, тебе и расти, расти до меня, йоу, ты не понимаешь, кто здесь самый сильный. Даже если ты меня победишь, то есть еще босс Бейконов, наш самый главный босс. Он-то тебя уложит в два счета. Ааа, не понимаю, о чем он говорит, ребята. Я его сейчас развалю в мгновение ока. Но перед этим... А спонсором сегодняшнего видео выступает лучший магазин по продаже самых дешевых робуксов с моментальной выдачей robux3.com. За 37 рублей вы получите ровно 100 робуксов. Также в честь открытия робукс 3 уже провел конкурс на 10 тысяч робуксов, и на этом они останавливаться не собираются. Скоро будут еще конкурсы, дабы все смогли выиграть робуксы. Заходи на сайт, делай выгодные покупки именно с робукс 3. Ссылочка на него будет в описании или в закрепленном комментарии. Ну а мы продолжаем. Значит, ты думаешь, что сможешь справиться со мной? А как же ядовитый кулак? Ядовитый кулак разберется с тобой в пух и прах. Да, не прошло и мгновение ока, ребята. Как он развалился. Он просто сгинул. Он был очень крутой на словах, но на деле он такой же простак, как и все. Как и все бейконы, которые остались внизу. Вас здесь нужно всех уничтожить до единого. Блин, они не исчезают, ребята. Не исчезают, не исчезают. Никто из них не уходит. Давайте-ка поговорим с дяденькой. Может быть он даст нам какие-нибудь полезные советы. Ну как дела? Как дела, Нубик? Ты уже очень силен и гораздо сильнее, чем я. Но самые крутые товары остаются у меня. Поэтому, чем я тебе могу помочь? Дяденька тренер, мне нужно что-то посильнее, чем ядовитый кулак. Вроде бы я с ними хорошо справляюсь, но они все никак не исчезают и не исчезают. Тогда я могу тебе посоветовать. Возьми огненный кулак, он будет гораздо сильнее. Хм, огненный кулак, говоришь? Значит, стоит попробовать. Давай-ка обучи меня. Огненный кулак стоит 35 тысяч. Хватит ли тебе денег? Конечно, хватит, дяденька. У меня очень много денег. У этих сильных Бэйконов много деньжат, и я могу насобирать себе целую кучу. Ну что ж, в путь, добрый путь. Обязательно возвращайся, ведь это далеко не последняя миссия. Что ж, нужно испытать огненный кулак. Ну иди сюда, Бэйкон, ты будешь первым, первым, кто испытает на себе его мощь. Как-то я, видимо, еще слишком слабо овладел этой техникой. И вот, вот сейчас у меня получилось. Да, действительно, огненный кулак гораздо сильнее ядовитого. Он поможет мне изгнать вас всех отсюда, сжечь просто дотла. Пошли вон, пошли вон. Я изгоню вас с этой земли. Теперь, когда я уже не маленький нубик, я способен свершать великие дела. Тем более, такой, как я. Здесь много, много таких же. Мы вместе справимся с этой бедой на этой земле. Кажется, вот этот последний, последний кто остался. Так, все, мы искоренили зло с этого острова, возвращаемся домой. Дяденька, я зачистил остров. Что же мне делать дальше? О, нубик, дальше самое жесткое. Дальше тебе придется сразиться с их боссом. Видишь, за мной стоит здание. Отправляйся туда, в подземельях. Сидит он. Сразись с ним один на один и уничтожь его. Хорошо, как скажешь. Сейчас будет все сделано. Он здесь? О, нет, нет. Производство бейконов до сих пор не остановилось. Еще смотрите, какое большое количество бейконов производится. Пока мы не уничтожим босса, это не прекратится. Ах, ты засранец, как ты посмел прийти сюда? Я тебя уничтожу. Ну посмотрим, кто кого. Иди сюда, здоровяк. А я разберусь с тобой во что бы то ни стало. Ох, какой ты сильный. Ничего страшного, все равно тебе со мной не справиться. Нет, нет. Так, давай, я смогу развалить тебя, смогу. Он бьет меня об стены, разбивает. Но я, я уничтожу тебя в похо брак с помощью огненного кулака. Дяденька, я его уничтожил. Я понял, сейчас мы скинем бомбу. Вот и все. Мы уничтожили их базу. Неужели это все? Я справился с этой задачей, дяденька. О, друг мой. Это еще далеко не все. Как это так? Как? Почему не все? Я же уничтожил их босса, главного босса-злодея. Этой армии с орбиты земля управляет их генерал. Ты должен избавиться от них. На этой орбите мы для тебя построили ракету, которая отправит тебя туда. Ох, какие сложные эти ребята. Но хорошо, дяденька, я тебя понял. Я сейчас схожу, доберусь до этой орбиты, где бы она там ни была, и уничтожу всех. Всех до единого. Похоже, это и есть та самая ракета. Надеюсь, я не разобьюсь. Очень страшно летать. Приземление проходит успешно, и мы прибыли. О, нет, ребята, мы на какой-то станции, где корабли бэйконов, космические корабли, мы в космосе. И здесь очень жуткие, очень жуткие космические бэйконов. Похоже, прежде чем добраться до генерала, придется избавиться от них. Я не знаю, им здесь вообще нет конца. Откуда у них такая гигантская армия, я даже понятия не имею. Но в любом случае, мне придется хотя бы прорядить их ряды. Избавиться от этих жутких бэйконов. Они как будто бы вообще бессмертны. Но на самом деле, огненный кулак с ними очень хорошо справляется. Даже несмотря, что мы не находимся в атмосфере Земли. Хорошо, путь я прочистил, но все равно их очень-очень много. Надеюсь, после того, как мы уничтожим генерала, все это закончится раз и навсегда. А кто это ко мне пожаловал? А неужели они заслали тебя? Да я же тебя посинкую на мелкие кусочки. Генерал Бэйконов очень силен. У него аж четыре руки. Как же с тобой справиться-то, а? Я даже понятия не имею. Но сейчас, сейчас я сделаю из тебя фарш. Так, аккуратно, аккуратно. У меня уже очень мало здоровья. Он очень сильный. Прошло где-то недели три, после моей битвы с генералом. Я оправился и встал на ноги. Но, чтобы его победить, мне нужно больше силы. Гораздо больше силы. Думаю, нужно обучиться у дяденьки тренера. Максимум, максимум, чего я смогу достичь. Я потратил все свои сбережения. Надеюсь, сил теперь мне будет предостаточно. Я иду за тобой, генерал. В этот раз ты от меня не убежишь. Аааа, ты снова пришел сюда за своей смертью. Я рад, что ты выжил. Матч-реванш. В этот раз я точно смогу справиться с тобой. В этот раз я тебе не проиграю. На, получай, 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 получай. И... Я справился. Я справился с тобой. И мы взорвем твой корабль. Вот и все. Мы тебя сбили. И зло больше нет места. На этой земле. Отправляемся домой, ребята. Вот и все. Мы справились со злом. Мы уничтожили их босса и генерала. Надеюсь, они больше сюда никогда не вернутся. И эта история закончится с хорошим концом. Надеюсь, вам понравилось, ребята. Жду от вас, как всегда, комментарии, лайки и подписки на канал. Не болейте, не скучайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok